Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. В Авдеевке этой ночью под огнем оказался частный сектор. В полиции сообщают о прямых попаданиях. Повреждены несколько домов. Информации о пострадавших пока нет. Стреляли также на окраинах Донецка, Маринки и Красногоровки. Мины и гранаты разрывались вблизи Широкина. В Луганской области неспокойно в районе Крымского, станицы Луганской и Новоалександровки. Стреляли и на окраинах Павлополя. В основном из стрелкового оружия. За два с половиной года жители неоднократно восстанавливали разрушенные дома и вынуждены устранять повреждения вновь. Из прифронтового села вернулись наши корреспонденты. Жители Павлополя уже привыкли спать под канонаду. Звуки обстрелов из тяжелого вооружения здесь не смолкают. Под огнем соседнее село Пищевик. Особенно когда пищевик обстреливают. Очень слышно и боимся, потому что думаем, что оно к нам летит. Слышно, как свистит снаряды над головами. Тейси Григорьевне 82 года. В Павлополе женщина живет одна. Дети уехали. Говорит, тихо в их селе не было давно. Спокойно нет. Не так, как было. Там стреляют, но тут пока спокойно. На дворе так нет. Когда били нас, то было. В 2014-м возле ее дома несколько раз разрывались снаряды. Вот тут граната упала, вон граната упала. Две. В окна полетели все стеклы. Ну, заставили дети. А в другой раз уже и хату разлили. До начала боевых действий в Павлополе жили 600 человек. Сейчас остались в основном пенсионеры. С недавних пор в селе несут службу патрульные полицейские. К ним местные жители обращаются по любым вопросам. Кто пожилые, граждане, женщины в основном, если они не могут дойти к сельсовету, как бы и мобильная связь отсутствует в связи с разносной категорией, обращаются к нам. Мы уже, так сказать, их просьбы передаем председателю сельсовета или секретарю сельской рады. И они уже, так сказать, выходят к жителям и общаются с ними. До декабря 2015-го Павлополь считался серой зоной. Тогда местным приходилось буквально жить в подвалах. Люди уже отстроили дома и теперь боятся лишь одного, что в их дворах снова начнут разрываться снаряды. Юлия Шкваренко, телеканал Донбасс. В Авдеевской больнице нашли гранату в туалете в сливном бачке. Боеприпас обнаружили во время ремонта. Прибывшие на место полицейские гранату изъяли. Как она оказалась в туалете, пока неизвестно. Владельцу боеприпаса грозит до 7 лет тюрьмы. Все отняла война. Семья Бондарец, поселка Северный, что под Донецком, осталась без дома, работы, денег. Супругам с двумя детьми из-за обстрелов пришлось переехать. Сейчас живут в чужой квартире без удобств и средств к существованию. Историю продолжит Ростислав Сысоев. Поселок Северный расположен в 5 километрах от Донецкого аэропорта. Масштабные боевые действия здесь велись на протяжении двух лет, а несколько недель назад обстрел разрушил зернохранилище. Анастасия Бондарь с мужем и детьми уехали из Северного еще в 2014 году. Оставаться было слишком опасно для жизни. Взрывы не прекращались ни днем, ни ночью. Снаряд упал прямо вот здесь. Вот воронка от него. О, здесь мы когда-то стол стоял, сидели под сливой. Сегодня вернулись проверить, нет ли новых повреждений. Вокруг и внутри дома разруха. Ни света, ни воды. А мародеры вынесли все, что хозяева не смогли вывести. Вырывают вот это окно. Наверное, телевизор не пролез, либо кто-то испугнул. Но он стоял вот здесь, телевизор. А микроволновки нет. Больше всего семья мечтает однажды приехать домой. Но не на несколько часов, а навсегда. Родилась, все равно это наш поселок. Домой очень сильно хочется. Сегодня мама с детьми снова возвращается в Нитайлово. Это дальше от линии соприкосновения на несколько километров. Нет работы и своего жилья. Но переселенцы здесь чувствуют себя в безопасности. Может же все наладится. Будем восстанавливать дом. Дом есть дом. Как бы здесь так временно живем. Дети ходят в школу. Отца постоянно нет дома. Ищет, где бы подзаработать. А мама освоила швейное дело. Старые вещи переделывает для своих детей. Перешила на нее. И хорошо. Вот в школу ходим, меняем. Одни джинсы, другие. Пособия переселенцев семья не получает. Их родной поселок Северный почему-то не признан зоной АТО, говорит Анастасия. Поэтому выживают благодаря огороду и гуманитарной помощи Рината Ахметова. Если у человека нет работы, вообще ее нет. А так он получил гуманитарку, и он ее рассчитал. Вот мне хватит на два месяца или на месяц. Ринату Ахметову, конечно, большое спасибо. За то, что он людям помогает, оказывает такую помощь. Кроме Нитайлова, волонтеры побывали в Песках, Водяном, Северном и Опытном. Все населенные пункты расположены вблизи линии огня. Местным жителям раздали более полутысячи наборов выживания. Наша помощь, ее знают, ожидают. В Нитайлово у нас порядка 240 наших благополучателей регулярных. Всего же за время работы гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 10 миллионов продуктовых наборов мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Ростислав Сысоев, Александр Шмырев, телеканал Донбасс. Лекарства со скидкой для переселенцев с Востока. Аптеки продумали специальную программу, по которой можно приобрести медпрепараты за меньшую цену. Где и как получить скидку, узнавали наши корреспонденты. Помочь землякам сэкономить с такой инициативой выступил глава общественного движения переселенцев Геннадий Борисичев. В данный момент в аптеках наценка на лекарственные препараты действует в размерах 25-35%. Мы с рядом собственников аптек договорились, чтобы наценка не превышала всего 7%. Пять регионов, 25 аптечных пунктов уже согласились продавать переселенцам лекарства на 15% дешевле, чем другим клиентам. Для этого нужно только показать в аптеке справку переселенца или паспорт с Донецкой или Луганской пропиской. Благодаря этому проекту в нашей сети аптек появилось достаточно большое количество покупателей. Мы не несём убытки. Мы работаем с минимальной прибылью, но тем самым мы помогаем людям, которые попали в беду. Договориться с владельцами аптек было нелегко, признаётся Геннадий. Только небольшие сети согласились поддержать социальную программу. По ней в Киеве работают 13 аптек. Наугад выбираем одну и проверяем, действительно ли легко получить скидку. Вместе с переселенкой Алиной Денисенко идём за лекарствами. Здравствуйте, девушка. А слышите, мне сказали, что ваша аптека работает в программе «Доступные лекарства». Можно вас, кажется, выполнить? Да. Возможно выполнить? Входим в паспорте, я вас не просил. У девушки проверили документы и попросили заполнить анкету. Она работает? Да. Хорошо, а по ней не могу сейчас? Да. Скидка действует на все лекарства, независимо от их цены и производителя. Купила таблетки по цене 26,73 и скидка вышла гривна 27. Сейчас общественная организация ведёт переговоры о подобных скидках с аптечными сетями в других регионах. Александра Сигал, Тарас Мышак, специально для телеканала «Донбасс». В Курахово и Доброполье сегодня наводили чистоту. Массовый субботник провели работники предприятий «Детек». Шахтёры и энергетики высадили деревья и обустроили детскую площадку. Почти две сотни деревьев высадили работники центральной обогатительной фабрики «Детек» Добропольская. Саженцы «Ивы» и «Липы» предоставило предприятие, а плодовые деревья, яблони, вишни и даже айву принесли сами горожане. Красота. Это будет у нас аллейка «Липы» будет расходить. В школе делаем подарок «Детек». К идее провести субботник работники обогатительной фабрики отнеслись с энтузиазмом. Озеленяем город, чтобы возле школы было красиво. Футбольное поле, всё тут сделано. Надо, я считаю, озеленять город. Если мы не будем вкладывать частичку себя, своей любви в то, что нас окружает, а для чего тогда мы работаем, для чего мы тогда что-то делаем. Откликнулись на призыв провести субботник и работники шахтоуправления «Белозёрское». Коллектив предприятий – это жители посёлков Новодонецкое и Белозёрское. Они дружно и с шутками разбирают рабочий инвентарь. Солнечная погода тоже поднимает настроение. Чаще надо этим заниматься, чаще. Вы посмотрите, как прекрасно работают наши дамы. Вот, вот, хлопцы, мужчины. Так что всё отлично, погода прекрасная, настроение, только работать. Шахтёрскую инициативу поддержали и энергетики. Они вышли на субботник в Курахово. Уборка листвы и сухих веток. Работники ДТЭК Кураховская ТЭС наводить порядок начали с улицы энергетиков. Пятилетний Матвей подметает тротуар. Говорит, пришёл вместе с папой. Я буду поминтать, убирать на субботнике. Юрий Пелюгин всегда принимает участие в субботнике. Сегодня бригадир химического цеха и его коллектив взялись за грабли и веники. Всего за час работы успели избавиться от мусора не только вдоль проезжей части, но и в соседнем сквере. Становится чище и самому приятнее идти на работу, когда вокруг чисто, всё убрано. Поэтому с удовольствием люди идут. Задействовали и спецтехнику. Это традиционная наша акция. Зелёный город проходит уже на нашем предприятии пятый раз. В прошлый раз мы убрали порядка 100 кубометров мусора и повелели более 300 деревьев. Традиционно мы убираем. Убираем листву, убираем мусор, ветки. В рамках акции сотрудники ДТК Кураховская ТЭС оборудовали для школьников автобусную остановку. Специальную площадку для детворы вымастили экологически чистым материалом. Небольшая площадка, причём мы решили сделать её из эко-материалов, это пеньки. Мы не хотели сюда добавлять в эту достаточно зелёную зону что-то там бетонное. Мы сейчас всё выложим для детишек и сделаем для них доброе дело. Идея согласована с учителями, со школьниками. В субботнике приняли участие более 200 волонтёров теплой электростанции. Алексей Куделя, Игорь Монастырёв, телеканал «Донбасс». Ценники без присмотра. В Украине с 1 октября временно отменили государственное регулирование цен на продукты питания. Оказавшись в свободном полёте, стоимость некоторых из них взлетела. Например, свинина подорожала в среднем на 10 гривен, ранее доступное мясо птицы почти на 25, а куриные яйца так и вовсе вдвое. Почему растут цены и кому обновлённая продуктовая корзина будет не по карманам? Разбиралась Ирина Любич. На диету всей страной продуктовая корзина украинцев за последние несколько недель подорожала более чем на 30 гривен. Например, цены на куриные яйца снова взлетели с 13 до 26 гривен за десяток. В профильной ассоциации поясняют, 8 месяцев производители несли убытки, продавая яйца ниже себестоимости и потому несушек стало меньше на 8 миллионов. Содержать их дорого. С настанением, скажем так, осеннего периода, когда идет уменьшение производства еще и в господарствах населения, это дало возможность производителям поднять цены на свою продукцию для того, чтобы покрыть эти убытки. Дорожает и курятина. За килограмм филе придется отдать минимум 75 гривен. Так что в последнее время даже оно многим украинцам стало не по карману. Если идет низкий опыт на внутреннем рынке, то, соответственно, рентабельность производства падает. Никто не хочет сейчас производить, потому что никто его не купит. Та цена, которая есть на внутреннем рынке, она не обеспечивает рентабельность. Ближе к Новому году сменят ценники и на свинину, прогнозируют в профильной ассоциации. Но успокаивают. Это сезонные колебания. В среднем на 50 копеек больше. Сегодня придется заплатить и за молоко. К осени надо уменьшается, а корм для коров дорожает. Я думаю, до конца осени за литр молока в среднем украинской родине придется отдать от 15 до 16 гривен. 0,5 сметаны, жирность 15% сегодня подорожила порядка на гривне, або на 80 копеек. И складает сегодня от 35 до 36 гривен. Несмотря на прогнозы, меньше всего вырос в цене хлеб. Всего на 5-10 копеек. Но в разных регионах страны стоимость главного продукта может отличаться на несколько гривен. Если мы возьмем Тернопольщину для сравнения, то там за буханкой этого хлеба, который я сказал, порядка 10 гривен 50 копеек, он стоит порядка 12 гривен. Для сравнения на Харьковщине, такой же хлеб, он будет в полтора раза дешевле. Меню украинцев за последнее время значительно обеднело. В год взрослый житель страны съедает на 30 килограмм меньше мяса и пьет почти на 200 литров меньше молока, говорят эксперты. На диету украинцы сели вынужденно, константируют аналитики. Ведь львиную часть дохода люди тратят на коммунальные услуги. Ирина Любич, Дмитрий Гончаров, специально для телеканала Донбасс. На этом прощаюсь. Увидимся, как обычно, во время новостей Донбасса. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин